Это интро вовсе не про Пизос, это интро про его рост, если ты поставил лайк, бро. Эй, йоу, всем привет, братишки и сестренки, друзья и подружки, подружки и друзья, и добро пожаловать в Counter-Strike Global Offensive. Ребята, и сегодня мы будем делать шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive, но сегодня я решил вложиться в очень интересный контракт. Сегодня мы будем пробовать с вами скрафтить М4А4 Азимов после полевых испытаний, которая стоит 14 тысяч рублей. Для этого у меня уже заготовлены статтрек АК-47 Redline и другие песосочки, которые дадут нам на шанс крафт АК-47 Ягуар, либо М4А4 Bullet Rain. В общем, очень много денежек вложено, ребята, я знаю, что вы меня лайками поддерживаете, вы любите такую грязь, и, соответственно, мы это сделаем. Но прежде чем мы это сделаем сегодня, мы также с вами попробуем пооткрывать головкейсики. Головкейсики — это сочно, вкусно и полезно, и ведь в них бывают перчатки. Не для меня, конечно, но они бывают вообще как бы. А в головкейсах, поэтому попробуем что-нибудь из этого получить, ребята. Так как Габен последнее время издевается над моим аккаунтом, не дает ни хрена нормального стафа, может быть, он в контрактах нам соизволит что-то дать. Вот посмотрите, даже статтрек синечка, она просто прокатилась мимо, друзья. Но это же не сочно, это же неинтересно, Габен, ты совсем окунел, ёптить-ёптить, ребята. Ну, ладно, давайте пробовать. Я еще не выбивал, кстати, из головкейсов в стиме перчатки, поэтому для меня такого не было счастья, и поэтому я бы хотел получить их наконец. Но что-то я сомневаюсь, как бы, что они вообще сейчас валятся, что они вообще рождаются, появляются на свет и так далее, поэтому хрен его бы знал, ребята. Но зато цыганские пистолеты мне всегда выпадают с этих кейсов, ребята, при любых раскладах. Это песоска, которая просто надрочена на мой аккаунт. Я не знаю, почему это так, но, видимо, это так, ребята. Ладно, кейсики уже очень быстро кончаются, я смотрю, и Габен не хочет нам выдавать что-то песосочное. Ну, почему ты такой, Габен? Ну, хотя бы красненькая. Ой, ну, ладно, хотя бы розовенькая. Хотя бы розовенькая, разочек, Габенчик. Ну, вот хотя бы вот одно из этих вот говнец, кроме принцессы. Принцессы не нравится. Вот просто я ее очень много раз выбивал, поэтому принцесса не нужна. Но Габен, ребята, видите, сегодня непреклонен. И мои 11 кейсов ему ни о чем не говорят, потому что мы недавно открывали 33 кейса. Так, там принцесса была рядом, но нам прокатывается все мимо. Ах ты, сучонок такой-то, а. Ну, че ж такой-то, что же с рейтами-то у тебя? Ладно, продолжаем держать руку на знаке вопросика, где, возможно, когда-нибудь выпадут нам перчатки, но тем не менее. Ну, че, последний кейс. Делаем это. Перчатки понеслись, ребята. Перчатки прямо сейчас пролетают, вылетают и, говорят нам, соси-писос. Не перчатки, а сам Габен, ребята. Ладно, давайте сделаем тогда контракты. Контракты сегодня у нас интересные, потому что, на самом деле, я еще не крафтил, точнее, давно не крафтил такой дичи, и очень хотелось бы, чтобы сегодня что-то получилось из этого. Но неизвестно, получится ли или нет. Так, хорошо, Сайрекс выпадает, это, это хорошо, это очень даже хорошо, мне это нравится, то, что Сайрекс выпадает, но здесь нам не хватит пиписек, как мне кажется, да? Да, здесь нам не хватает буквально одной пиписки для того, чтобы делать контракт. А вот здесь нам тоже не должно хватать, да, и здесь нам тоже не хватает совсем чуть-чуть. Ну что ж, давайте приступим к тому, что я сегодня запланировал, ребята. А запланировал я довольно интересно. Делаем вот так вот, делаем вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Таким образом, мы занимаем целое поле. У нас есть шанс скрафтить АВП Азимов. А М4А4 Азимов я говорил скрафтить, вот пиздюк, я неправильно. АВП Азимов, ребята, я хочу скрафтить. А М4А4 Азимов мы будем крафтить из Статтрек Редлайн АВП. Поэтому, ребята, неправильно оговорился, можете не поправлять меня в комментариях. Дальше у нас есть шанс скрафтить Буллет Рейн, АК-47 Ягуар. И у нас есть шанс скрафтить М4А1С Голден Койл. Ребята, что неплохо, USPS Kill Confirmed. Очень хорошие шансы, очень дорогой контракт, очень сочный, вкусный, напиписенный. И, соответственно, хотелось бы получить с этого удовольствие, ребята. Давайте попробуем это сделать, давайте попробуем грязь эту исполнить сегодня. Что у нас получится, неизвестно, поэтому я просто зачеркну вот здесь. Вот здесь даже роспись ставить не буду, ребята, и нарисую Габену жопу. Это такая вот жопа согнувшегося человека. Поехали! Поехали, ребята, я в предвкушении. Шансы-то есть на АВП Азимов, но также есть шансы и на Хамелеон. Мне кажется, выпадет Хамелеон, сука, я уверен. Ну ладно, я хотя бы рискну, мне надо рисковать. Давай рискнем, Габен, и выпадает нам охуеть! Буллет, 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 буллет Рейн. Тоже неплохо, статтрек, песоска, но... Филд тест, это, кстати, выпало, буллет Рейн. И это, кстати, довольно неплохо. Это, кстати, довольно неплохо, так как у меня там вообще были закаленные ветки, ребята. И что это наебаный ты? Нахуй, блядь, извините, прошу, пожалуйста, меня за... Не расстраиваемся, двигаемся дальше. Пошли на сайт и дрючим там. Да что ж такое-то, блядь, а? Черная полоса не отпускает, ребята. Ладно, двигаемся дальше, надо действовать. Ну что ж, друзья, сегодня мы попадаем на EliteKish.net, где будем что-нибудь дрючить. Я, на самом деле, очень сильно разочаровываюсь в Стиме, ребята. Я очень сильно разочаруюсь, я не понимаю этого, я этого никак не могу понять. Давайте, давайте начнем. Соответственно, за секреченки я не могу... Нет, стойте, у меня же есть для вас подарок! Что я открыл? Что мне выпало? 85 рублей, нормально, нормально все. А у меня есть для вас подарок, опять же. Шимору бой, шимору мальчик. Значит, активируйте этот подарок, шимору мальчик, и у вас плюс 10 рублей на баланс. Я про что говорил-то, ребята? Я так, за секреченом мне не повезло, видимо, да? Я про что говорил? Про то, что в Стиме что-то какая-то хуйня пошла, ребята. То он выдает дикие эпики, да? Нереальные просто эпики. Красотулечку неописуемую. То он просто заставляет сосать писос. Я этого никак не могу понять, ребята. Что не так вообще происходит в Стиме? Продайся, пожалуйста. Продайся, что у меня сегодня вообще не так? Так, Галил вроде бы продался, да? Да, Галильчик вроде бы продался. Ладно, давайте дрюкать разные. Может быть, мы и сможем выбить ту самую Азимов. Статтрек. Надо М4А4 Азимов тоже скрафтить, ребята. Но это все такие дорогие контракты, ребята. Ну, вы знаете, я всегда делаю дорогие контракты. Но просто что-то они сейчас в Стиме не работают вообще. Ни контракты, ни кейсы. Змеиная кожа за 379 рублей. Вот так вот, ребята, мы идем с вами в Плюсецкий. Охеренно. Змеиная кожа, ребята, да? Самый такой днищенский, вонючий скинчик. 379 рублей. Вот это цены. Что-то я иду как-то... Как-то странно. То мне небольшой плюс, то у меня все в говнючий минус, ребята. Что-то мне кажется... Денек-то не мой. Денек-то не мой, видимо, ребята. Вообще не мой. Посмотрите, змеиная кожа 433 рубля. Откуда, блядь, такие цены? Слушайте, это довольно интересное явление. Что-то змеиная кожа подорожала. Видимо, ее науничтожали на контракты. Она совсем кончилась в стимах, скорее всего. И все, как бы. Змеиной кожи больше нет, блядь. Извините, давайте продавать теперь ее подороже, ребята. Ведь цены регулируются, по идее, от количества скинов. Вот, неплохо. ЦЗ-шка Виктория, но мы ее продадим. Она мне не нужна. Ведь цены-то, по идее, регулируются от скинчиков. Как ни крути. То есть, поэтому, скорее всего, тут есть такая закономика. Вот, отлично. Вот это вот хорошо. Вот это мне нравилось. Я думал, что я сейчас выбил что-то очень дешевое. Давайте теперь откроем Diamond Case. Давайте теперь откроем Diamond. Новогодний Diamond Case. Чтобы делать цука эйс. Чтобы делать... Ай-я-я! Ой, как было близко. Ой, как было близко, ребята. Соси моя ириска. Ой, растет моя ириска. Давайте реально пооткрываем дорогой. А что бы не порисковать, ребята, сегодня? Вот я пришел такой и открываю самый дорогой кейс. Вот самый, который сочный и смачный. Я даже сделаю так, ребята. Давайте. Я сегодня психую. Давайте. Мы делаем вот так вот, ребята. Мы делаем вот так вот, ребята. Мы делаем вот так вот, ребята. Мы возвращаемся вот сюда. У нас снова та же сумма. У меня ни черта нет. И я такой, оба-на! А здесь же есть дорогой кейс. Новогодний Diamond Case. Дай-ка я его пооткрываю. Дай-ка я пооткрываю этот вонючий новогодний Diamond Case и получу от этого удовольствие. Наверное, мне выпадет дохера, дохера просто всего эпичного. Вот, пожалуйста, 865 рублей. Тоже небольшой плюс. В итоге у меня сейчас на 2700 плюс получился. Давайте посмотрим. Давайте реально подергаем. Вот реально. Посидим здесь и передернем, ребята. Вот, пожалуйста, вулканчик падает. Давайте его тоже отдадим. Слушайте, неплохо-то в целом понеслось после того, как я продал скины. То есть обычно ты должен остановиться и валить отсюда нафиг. Но нет, после того, как ты их продал, тебе начинает переть. Ребята, ну вот здесь уже в минус. Давайте вот просто реально. Я просто потыкаю. Я люблю потыкивать. Иногда просто потыкивать. От этого можно получить удовольствие на самом деле. То есть ты просто сидишь и тыкаешь. Сидишь и тыкаешь. Сидишь и тыкаешь. И, возможно, ты получишь удовольствие. Но это не точно, ребята. Это не точно. Поэтому здесь тема такая. Так, ладно. Давайте еще раз попробуем. И я перестаю тыкать. Потому что... Я уже тыкнул, что ли? Я дух воды выбил, да? Подождите. Где? Подождите. Не понял. Где мой баланс? Где мои деньги? Опять вулкан выпадает, кстати говоря. Опять вулкан выпадает. И я еще раз хочу потыкать. Все. Если сейчас, короче, будет говно, то я больше тыкать не буду. Понимаете? Я перестаю тыкать. Я больше не буду тыкальщиком. Да. Выпадает говно. И тыкать я не буду. Пойдем откроем сейчас что-нибудь другое. Потому что что-то мне это мое... Вот же. Вот это вот я оставлю. Бах, я оставлю. Бах, мне нравится. И теперь мы пойдем потыкаем что-нибудь вот здесь. Давайте попробуем протыкать что-нибудь здесь и получить от этого удовольствие. Может быть, я смогу потыкать сочно здесь как-нибудь. Что-то как-то я сегодня напотыкать застрял. Ну, конечно, мне нихрена не падает, потому что ты вонючий-вонючий неудачник. Да, ты вонючий неудачник. И тебе пора... Таран-таран-таран-таран-таран. Но, ладно, эта черная полоса, она всегда была. То есть, она иногда и валилась дико, и в стиме, и везде. Но теперь, видимо, да. Все, пора прососать, ребята. Как говорится, время прососа. Время прососа, оно часто наступает, когда ты, соответственно, очень многое открываешь, но его можно пережить, на самом деле. И это время про... Посейдон, стой, гон... оуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу даже вот это вот не буду оставлю сумма вот это я понимаю вот это да вот это да хватит гавкать пиздюк у меня аж собака загавкала она услышала что я выбил мощную песоску ребята и соответственно живо принял дядя и я не пиздюк чего смотрите что мне пишут смотрите что мне пишут живо принял дядя и я не пиздюк это что означает чего тела если ты хочешь мне прислать подарок мне это не нужно спасибо большое спасибо понимаю что ты не пиздюк шумора для тебя это все равно мусор а мне и три ширпа много ты же добрый буду очень благодарен если примешь дай бомжу а бум дальше еще какие-то предложение ну-ка мне интересно чё ребята пишут это ровный обмен пожалиста прими шим я ведь твой шуморовец порадуй меня это это чувак предлагает мне шедевр за азимов ребята чувак предлагает мне шедевр с connection что 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 кого наебать разреши себя наебать такие наглые ребята пошли это просто полный пиздец ребята вы видели да просто разреши себя наебать слушай отдай мне пожалуйста один dragon lore просто так разреши себя наебать ну хоть разочек но ну пожалуйста ребята вот как я должен на такое реагировать а я я я я ребят я не принимаю к сожалению подарки и не раздаю подарки поэтому вот такая тема поэтому у меня вот такая вот политика к сожалению если ты хочешь что-то получить у меня то тебе нужно участвовать в розыгрыше который проводится редко но метко только так ты можешь получить какие-нибудь factory new вертел я на пистолете ребятой я его даже не хочу сливать на крафта в п медузы и ребята короче у меня такой вопрос вы уничтожители скинов у меня многие из вас поэтому я задам еще один вопрос вам на который хотел бы получить ответ если можно конечно на ставьте плюс если вы хотите чтобы я уничтожил этот посейдон и попробовал скрафтить а в п медузу ставьте минус если вы этого не хотите но если вы поставите плюс то я уничтожу м4 а4 посейдон и естественно скрафчу медузу но сначала подумаю об этом потому что этот посейдон реально красивый это первый раз я вижу такое вот посейдон прям идеально посмотрите ни одной потертости здесь посмотрите он просто мой просто значит друзья всем спасибо как всегда с вами был шумору жду от вас ответов а мы увидимся на новом видео оказывается что черная полоса имеет дырочку в которую можно попасть всем пока до новых встреч желаю вам удачи пока пока